Здравствуйте! Сегодня я посетила Армянскую Апостольскую Церковь, Церковь Святой Екатерины в Санкт-Петербурге в России. Армянские купцы-ремесленники появились на берегах Невы сразу после основания Санкт-Петербурга. Первые письменные свидетельства о деятельности армян в Санкт-Петербурге датируются 1708 годом. В 1711 году Петр I дал Сенату следующие инструкции армянам нужно как можно лучше обращаться с ними и облегчать там, где это необходимо, чтобы побудить их прибыть в большем количестве. Гукас Шеванин, Лука Шеванов, первый глава местной армянской общины попросила императрицу Анну Иоанновну разрешить строительство церкви во дворе этого дома на третьей линии Васильевского острова. 18 января 1740 года было дано разрешение, этот запрос предоставлен был официальной резолюцией, однако церковь никогда не была завершена. Новый этап в строительстве армянских церквей приходится на царствование Екатерины Великой. В июле 1763 года был издан манифест. Он предоставил право свободно практиковать церковные ритуалы для всех народов, которые поселились в России как в столицах. Так и в Санкт-Петербурге и Москве были выделены участки для строительства иностранных церквей. 2 мая 1770 года, подав запрос, сделанный Иваном Лазаревым, 1735801. Главу армянской общины и важным государственным деятелям и просветителям Екатерина Великой выделила много для строительства армянской церкви на северной стороне Невский проспект. Сообщество немедленно начало сбор средств строительства церкви и прилегающих приходских зданий и контролировалось автором проекта. Главным архитектором Санкт-Петербурга Георгом Фридрихом Вельтеном 1735801 Через 8 лет, в 1779 году, напротив еще незавершенного гостиного двора, возникла стройная и умная церковь. Позже вокруг него образовался ансамбль зданий армянской общины. Благородная церковь Святой Екатерины на Невском проспекте была построена так, чтобы соответствовать великолепию столицей в соответствии с традициями раннего русского классицизма, став одним из чудесных примеров этого архитектурного стиля. Здание строгого архитектурного стиля сжимает церковь со стороны Невского проспекта, подчеркивая праздничный облик церкви и ее центральное место в ансамбле. Церковь Венчана куполом на основе тонкого барабана, все элементы зданий имеют тонкие черты и хорошо распределены на фасаде, который стоит перед Невским проспектом, есть строгий портик. С его фронтоном, содержащим скульптурный рельеф, тема рельефа необычна, католикос Григорий Просветитель крести царя Тередата III, Армения была первой страной, которая приняла христианство, как государственную религию. В 301 году, году армянский царь Тередата III обратился в христианство и приказал епископу Григорию Просветлению крестить Армению. Тема взятая с историей Армении, и этот факт сделал ее уникальной в монументальной скульптуре XVIII века. Санкт-Петербургий рельеф был сделан неизвестным мастером в лучших традициях классицизма. Просторный и освещенный интерьер церкви очень привлекателен, с чистыми линиями купола, арочными сводами и колоннами. Комнаты, вероятно, были закончены по проекту Вильтена. Интерьер был украшен великолепной монументальной живописью и литыми карнизами, его стены, колонны и полы сверкают мрамором. Картина, работающая над церковью, очевидна. Включала художника Карла Людвига Кристиньека. 18 февраля 1780 года архиепископов Сеп Аргутянц Иосиф Аргутинский, духовный лидер русских армян, осветил церковь, назвав ее Святой Екатерины, на церемонии присутствовал князь Григорий Потемкин. Присутствующим людям был передан текст проповеди «Речь для освящения армянской церкви в Санкт-Петербурге», поставленная архиепископом Иосифом. Текст содержал благодарность славной русской стране, в которой живут наши люди, в отношении Петра Великого и Екатерины Великой, говоря, что последний открыл врата освобождения в Россию и что эта церковь названа в ее честь. Императрица не присутствовала на освящении, но в последующие годы неоднократно посещала церковь и поручала молитвы, в течение долгого времени у церкви не было колоколов. И еще в 1865 году Христофор Лазарев получил разрешение на установку колоколов на колокольне церкви, вскоре после этого были приобретены колокола и, как было записано, использовались во время службы. В 1906-1909 годах архитектор Александр Томанян совершил незначительную редизайн церкви, в конце 1920-х годов церковь была закрыта и в ней затем были расположены склады, офисы и мастерские. Что привело к запустению и значительным разрушениям, в августе 1992 года церковь была передана армянское общение, началось самое сложное восстановление здания. Были выполнены гидроизоляционные работы на фундаменте церкви и удалены потолки, разделяющие интерьер на два этажа уродливым способом. На огромном куполе и алтарном склипе и на подвесках под куполом сохранившаяся масляная живопись была очищена, а затем восстановлена. Отделка поверхности стены колонны цветного искусственного мрамора была полностью реконструирована, пол был переделан натуральным мрамором, крест, купол и алтарь были восстановлены. Во время реставрационных работ были обнаружены два мраморных крестильных шрифта с скульптурными рельефами и их поверхности содержат резные даты 1782 и 1784 современные храмы, сохраненные чудом. Также испытали все капризы своей 220-летней истории. 12 июля 2000 года восстановленная церковь была освящена главами двух родственных и смежных церквей Патриарх России и Алексий II Горигин II Верховный Патриарх-католик Армянская церковь Святой Екатерины теперь снова открыта для церковных деятелей и гармония восстановленного внешнего облика церкви напоминает нам о далеких временах, когда складывались отношения между Россией и Арменией.